Приветствую вас, друзья! Для своего канала я решил первый раз записать такое видео, которое давно уже, скажем так, появляется у зарубежных, стримеров и ютуберов по тематике NBA. Это геймплей, ну или, скажем так, после выхода какой-то карты, интересной моментс-карты, они запиливают геймплей, где делают акцент на игре одного конкретного игрока. И сегодня я хотел бы начать с Джеймса Хардона, Pink Diamond, с очень, скажем так, спорными характеристиками карта вышла. Давайте посмотрим ее статы и потом попробуем сыграть в онлайне. Ну, начнем, наверное, с баджи. Баджи, в принципе, хорошие, кроме того, что хоффных баджей всего лишь есть только Тарли Скорер. Нет, как минимум, дефансив стопера, что очень и очень печально. И, конечно же, в текущих реалиях нет пикдоджера. В принципе, все остальное, наверное, почти есть. Поэтому очень жаль, что нет Лимит Лис Рейнджа хорошего. Он достаточно с большой дистанцией в этой игре кидал с большим сопротивлением. Было бы логично сделать, наверное, Лимит Лис Рейндж и Дип Рейндж Дадай хоффные. По статам тоже какие-то очень странные статы, прежде всего, касающиеся трешек. Я ему специально бустанул трешку на эту игру. До 81 серебряные тапки надел. На него только Adidas надеваются. Вот. Ну, а так у него 78. Все трешки. Контест это Open и Off Dribble. Ну что, вот примерно таким составом попробуем сыграть в онлайне. Тот соперник, который попадется первым, тому повезет больше всех остальных. Давайте попробуем кого-нибудь по-быстрому найти. Я надеюсь, вы, как минимум, хайлайты этой игры видели. Я смотрю всегда хайлайты, обзор матчей где-то на 2-3 минуты. И, ну, реально, вот эти вот безумные броски с сопротивлением с трехочковой Хардона, они меня прям удивили. Нам попадается соперник тоже с Джемсом Хардоном и весьма такой, ну... Средненькой, я бы так сказал, командой. Ну, тем лучше, потому что, ну, по большому счету, у меня Хардон это дыра в защите. У него очень-очень плохие статы по защите. Ну, lateral quickness еще более-менее, а вот defensive consistency 65 всего лишь. Вдумайтесь в это. 65, когда, ну, так скажем, в современных реалиях в игре, если у вас меньше 85, то это вообще дыра полная. Вот, 85 плюс желательно. А если вы хотите, чтобы у вас именно хорошо защищался, так стабильно, то 90 плюс должно быть. Я уже стараюсь вообще игроков меньше, чем 90 даже и не брать в состав. Defensive consistency. У меня исключение теперь составляет только Пежа Стояковича. То, ну, я думаю, что сейчас, скорее всего, будут, кстати, пробеги под кольцо, поэтому я андерс делаю вместо go-over. Ну, а там посмотрим, если что. Может быть, поменяю немножко настройки. Судя по составу, игрок не очень опытный, но, скорее всего, будет на кольцо постоянно валиться. Так вот, Пежа Стоякович тоже не вечный, несмотря на то, что мне безумно прям нравится его релиз. Прям очень и очень нравится. Когда я найду ему замену, то есть в первом составе это Малин, а если появится еще игрок какой-нибудь, уровень уровня Малина с хорошей защитой, у Малина defensive consistency 95 или 90, если мне не изменяет память, то, извини, конечно, но придется Стоякович отправиться в вечный запас. Ожидаемо, ожидаемо. Пожалуйста. Я продал карту Баттлера для того, чтобы у меня было достаточно денег для покупки Мэджика. Моя цель ближайшая. Очень хочу Мэджика. Мне кажется, ему надо больше. Да ладно, первый же бросок гринлайт Вообще меня смотрел по анимации А не по шотметру Прикиньте, как нормально Да ладно Два подряд гринлайта с трех, и что? Нормально 78 трех, и говорите, серьезно? Я еще ни кем так не кидал в первой игре Он, наверное, не знает об этом просто Бой Тихо, дрибл 3 Вы прикалываете, что ли? Это аналим, суперстар, дефикулты, блин Я понимаю бы он, но старик так пулял где-нибудь В челленджах Камон О, бой Четыре подряд трешки гринлайта Одна с обдрибла Вау Нет, тут даже не важно, какой соперник Как бы Вы просто поймите, несмотря на то, что все Все броски были открытыми Не контестными В любом случае, при стате трешек 78, это, знаете, такая история Это прохладная Такие вещи творить О, первый не гринлайт И тут же не попадает Окей Дыра в защите у нас Кистом у нас проблемы Я вообще не люблю игроков, которые даже не всталяются Хорошо атакуют, но Сомнительную защиту имеют Устанулся, зря переключился, конечно Попробуем дичь какую-нибудь забить Не, дичь не залетает Блин, я не помню Я никем так не атаковал Три Ну пежей, может быть, я атаковал Но не знаю Даже, по-моему, и пежей Четыре подряд кидал Понятно, что я очень часто им гринлайты сую там С соперником Да-да-да-да-да Еще гринлайт Давай-давай-давай, бро Как же он хорош Вот так и Слушайте, если бы у него был Дефенсив консистенции Ну не знаю Хотя бы 85 плюс Я бы, наверное, подумал о том, чтобы его оставить состав Потому что, ну, это прекрасно, конечно Ладно, давайте бенч поставим Потом вернем его обратно Так, у нас здесь должен быть Ларри Джонсон Награда месяца Сейчас мы потроллим соперника Антеты Кумпой Недолго И в начале четверти опять Выставим Первый состав И Будем больно бить Возможно, даже ногами Ну, пежат, да То есть 85 Ну, это не так плохо Он немножко Чуть-чуть медлительно Так, в принципе, норма Для ССФа, например, с ССФом защищать То 85, ну, более-менее Что-что-что-что-что Кто? Эмби? Я вообще даже не видел, что там на меблу на какой-то фол Окей Ребята, если понравилась Рубрика Обязательно пишите об этом Если бы вам было бы интересно Увидеть подобные видео Обзоры новых карт Назовем его так Лайки ставьте, комментарии пишите Что-то по этому поводу думаете Нормально вообще Какая-то дура залетела От щита Ну, то есть То, что он от щита залетел Из такого угла Это было вообще Где-то совсем сбоку кидал И он каким-то образом От щитами о чем Дрался излететь Это реально удивительно просто Мне кажется, траектория в воздухе поменялась Каким-то образом Просто он От щита именно залетел Он еще Пип Пожалуйста, антитупумпа Три Не знаю, кто там говорил, что он не кидает У меня даже тапки на треху не надеть У меня на гандеста три надеты Так Цель тапок была Для того, чтобы Он кидал О, вернее, бегал быстрее Там был контрол И спидвейсбол Блин, ну как же так-то Ненавижу эту анимацию Когда они выбивают мяч Не могут его обработать Там ничего не мешало взять мяч в руки Ничего Я понимаю, когда там Пять человек Прямо рядышком Прыгают за мячом А когда ты Первый, скажем так Перед тобой мяч И выбивать его в аут Это что-то Какой-то вообще бред полный Тай-9 Тай-9 Ну что, давайте выпустим Бороду на тропу войны. У нас тут более-менее все отдохнули. Я не знаю, сколько соперников выдержит этого избиения. Вот так вот он кидал примерно через реброна в этой игре. Но, к сожалению, уровень трехи здесь не позволяет. Баджи, бесхофтных баджи он так вряд ли будет кидать здесь. Хотя на каком-нибудь там про-уровне сложности... О! Вот это было красиво. Это я понимаю, да. Это норм. Давай, через и заброшу, ну! Изолейшн. И... Да. И... Надо было сказать. Соперник что-то шарит, типа... А может, это комбо мы стояли за слона, я не знаю. Слушайте, ну ситуация резко меняется. Уже пипа начинает рех кидать. Камон, бро. Уже он тапнул тач-панель, что-то вот он. О-о-о-о, бой! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Слушайте, ну контесты-то вообще даже легкие не забивают. Но он 78, конечно. Что тут говорить? Ну сейчас забьем нормально себе. Даже борода. Да! Бородка! Молодец! Хороший навес. Левый чик. Учитывая, что я не хочу брать тайм-ауты вообще. Наверное, я сам сейчас быстро замены сделаю. Хардом как раз немножко... ...из колда уйдет. Соперник все равно тратит время на замены. Мы-то ничего не теряем тут. Учитывая, что он тормозит, что-то он постоянно настраивает. Возможно, возможно, он ставит эти... ...матчапы. Я не знаю, что именно он там делает. Вот, кстати, хороший... ...получился матчап. Борода против антеты Кумпа. Давайте поставим старт со следующей паузы. Ну, это все. Спасибо, бро. Блин, надо было прикололться трех мукино. Я думаю, с хопным one-man-fast-break'ом он бы это сделал. А еще бы с лимит-лис рейнджем ему лимит-лис поставил. Поэтому сейчас за шаг от трешки он хорошо кидает вообще. Упс. Сейчас лимнет, наверное, да? Пауза куит. Да? Извините, наверное, брости. Борода не вышел. Придется антеты Кумпа отдуваться за него. Блин, ну, конечно, первые броски за бородой это было вообще пипец. Ну, вообще, я слышал, что от зарубежных летсплейщиков, ютуберов, не так много, кстати, сделали на эту карту обзор, и звучала фраза inconsistency с трехочковой, да? То есть, и не очень нестабильный, непостоянный. Ну, вот, пожалуйста. Примерно так, друзья. Карта стоит недорого, за 100к можно купить. Не знаю, стоит ли она того, даймонд, говорят, что получше будет. Решать вам. Ну, на этом все. Удачи, ставь, не забывайте ставить лайк и комментировать, если вам интересен выход подобных видео в будущем.